на портал x get поступают вопросы не только от жителей русскоязычных стран но и из далекого зарубежья один из таких вопросов мы сейчас с вами попробуем и разобрать волнует вопрос живу на западе недавно в кафе куда давно и часто хожу за кофе на входе вывесили лгбт флаг начали терзать сомнения стоит ли продолжать туда ходить стоит ли прислушиваться к совести или это мнительность если какой-то богословский ответ на то можно ли православному продолжать ходить подобное место ну что ж давайте попробуем порассуждаем кофе не изменилось закупки все те же самые но вот только лгбт флаг вывесен который в общем то символизирует наверное приверженность местного руководства и персонала к данной но очень сомнительной наклонности людей и здесь естественно мы как и в любом вопросе должна опираться на священное писание первое что приходит нам на память так это послание апостола павла к коринфянам первое послание апостола павла мне 15 глава не обманывайтесь худые сообщества разращают добрые нравы и кофе казалось бы в физическом плане не поменялось но не поменялось должно поменяться отношение к тому никто вам его продает на что идут эти ваши деньги где в общем-то вы не будете хранить свое сердце на сопричастность к данному вопросу в именно в этом кафе но вы будете себя позиционировать как сторонник этой направленности в лгбт сообществе поэтому все-таки прислушайтесь к своей совести она вам подсказывает правильно и мы с вами должны перестать ходить данное кафе ну а чтобы все-таки мы с вами убедились что мы на правильном пути давайте мы еще зачитаем несколько цитат и священного писания нового завета мне для того чтобы наше с вами решение было ну уж совсем подтверждено священным писанием апостол павел в том же послании коринфянам первым посланник коринфянам 6 главе 9 стихе говорит следующее или не знаете что неправедные царство божие не наследует не обманывайтесь не блудники не долуслужители не прелюбодея не молоки не можеложники царствие божие не наследует а вот апостол петр в своем послании во втором послании во второй главе пишет следующее ибо произнося надутое пустословие они уловляют в плотские похоти и разврат тех которые едва отстали от находящихся в заблуждении обещает им свободу будучи сами рабы тление ибо кто кем побежден тот тому и раб ибо если избегнув сквер мира через познание господа и спасителя нашего иисуса христа опять запутываются них и пим и побеждаются ими то последний бывает для таковых хуже первого кто кем побежден тот тому и раб не давайте себя победить не уговаривайте себя на эти дурные сообщества внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео